всем привет кто помнит эту красотку которую мне отдала моя подруга я снимала с работы две орхидейки одна из них вот это вот она мне немножечко постояла дома подумала я думаю наверное все таки я ее посажу посажу знаете во что то что я купила на днях на почте вот такую штуку пенополистирол я вам уже показывала в каком-то видео тут совсем недавно такие белые хорошие штучки такие мягенькие достаточно вот и решила посадить в стеклянную стеклянный такой горшочек этот горшочек у меня уже очень давно я его покупала в икеа ну не знаю сколько лет назад ну давно прям давно вот у меня такой еще и сиреневый еще какой-то раньше вот у них было разных цветов нравилось мне и даже у меня сидели орхидейки в коре только здесь закрытой системе вот в этом даже горшке сидела какая-то орхидея но это было давно пару лет назад вот и в сиреневом тоже сидела и еле я хочу сказать я из этого горшка ее потом вытащила она чувствовала себя прекрасно закрытой системе корни нарастила и я еле выковырила отсюда потому что она присосала к этому стеклу и было вот хоть горшок бей то есть я конечно повредила корни когда вытаскивала поэтому я в принципе в стекло не сажаю но честно говоря что в керамзите такого не будет конечно керамзит он гораздо проще будет вытащить вот ну я из соображений даже что просто стекло она такой знаете холодная все таки так как это в камнях сидит а еще и в стекле вот ну а вот такой вот штучки я думаю что будет не холодно будет тепло наоборот и стекло принципе подойдет ну опять же это не навсегда как говорится это пробная посадка вот поэтому давайте ее сюда сейчас посадим так я же немножечко сюда положила это вот так сказать субстрата вот так мы и установим я так думаю что прямо вот так поглубже может быть чуть чуть повыше чуть-чуть совсем совсем не намного и это посадка займет пять минут потому что быстрее чем вот в такие штучки сажать вообще мне не приходилось так сейчас вы знаете что я только подумала чем бы придавить камни то у меня наверно нет так пеностеклом что она конечно это болтается и листья они очень длинные и лежат тут на столе единственное причем я не подумала но опять же я могу ее поставить какой-нибудь горшочек еще бы найти этот горшочек так сюда надо не влезет сейчас попробуем чтобы она так это не подойдет не подходит так наверное будет большеват так этот большой перевернуть я просто так могу конечно поставить боюсь что что она упадет у меня на полке так нашла еще один вариант сейчас поменьше это кстати с той же опера горшки только не прозрачные и глоксини туда сажала вот так вот разгрузили ну чтобы просто листья понимаете да чтоб они не волохались и соответственно но чтобы ее не задевать так тогда хорошо тогда пусть так будет сейчас с экрана вот так и подложите сейчас надо подложить под листики еще подложу и видите как одна в другую это так цель эксперимента конечно же посадка без всяких без всяких навсегда я знаю что есть каналы которые сажают и успешно выращивают в таких штучках я я не буду я уже настолько прикипела керамзиту что это только вот может быть может быть нарастить корни потому что во первых так мне кажется удобнее держать орхидейку при наращивании чем такую лопоуху держать пустом кашпо время там о корнях думать что и как так теперь значит мы ее с вами посадили если это можно так назвать посадили вот корни корни нам соответственно не видно видно вот так вот если открыть крышечку закрыть крышечку да видно там серые зеленые ну вот в таких посадках обычно орхидею не замачивают а наливают полностью воду да а потом ее полностью сливают чтобы цель как бы такой такого полива намочить только корни вот этот материал он воду не впитывает соответственно остается сухим ну это когда есть корни когда вот их совсем так мало как здесь и они там в середине где-то горшочка примерно я все-таки склоняюсь чтобы налить воду и чтобы на дне была вода орхидейка будет ее чувствовать я буду иногда проверять вот так буду крышечку так сказать это снимать и смотреть что там как там они все можно немножко иногда так спрыснуть сверху чтобы просто вот опять же капли истекая попадали на вот эти корни их же там мало да и они так немножечко в центре веером то есть они же не касаются ничего не стенок горшка то есть вот если будет вода стекать не не касаются ни дна поэтому воды как таковой она не будет получать если вы не будете немножечко так опрыскивать если у вас есть такая орхидейка вот а чувствовать она будет воду которая будет на дне и соответственно новые какие-то корни или старые вот эти корешочки будут раскукливаться и тянутся к воде и расти вот как то так я так думаю так что сейчас я налью ей водички есть у меня тут графинчик волшебный вот вот так раз немножечко посмотрим сколько там немножечко воды там нифига нет воды надо еще еще надо но если будут лишнее сольем проблема вот сколько так сейчас я прикину тут а то есть я переверну горшок то мне все выпадет сейчас я сначала прикину сколько налить там вам скажу больше она ли побольше потому что корни там в подвешенном состоянии как бы и чем ближе они будут к водичке тем больше они ее будут чувствовать вот так то чуть меньше половины горшка я налила сейчас я вам это дело покажу тяжелый горшок очень вот так получилось ну то есть если наклоняю короче не видно так чуть меньше половина половина где-то вот здесь немножко меньше а корень а корни они где-то вот тут на этом уровне наверно примерно в общем не достают до воды ни в коем случае потому что там шейка ее мочить мы не будем вот так вот давайте оставим пусть будет у нас вот такая вот красавица так еще там 2 же у меня есть вот надо мне найти кашпо если честно я что-то не помню а вон она у меня она у меня под гиппиаструмом стоит такой кашпо но она сиреневая такой же точно стеклянная конечно белая круче надо поискать может у меня еще есть тогда мы с вами ту вторую наверно возможно так же посадим в эти все время забываю как называется спинополистирол в е-шарике или как-то назвать не знаете штучки за гагулинки в общем вот такая красота на вид мне нравится не знаю как она дальше пойдет надеюсь все будет хорошо главное следить говорится за корнями это я буду делать каждый день утро начинается с обхода знаете как у врачей так раз смотрю что там что там такое видно корни все крышечку закрою очень удобно так что вот какого цвета она я не знаю хозяйка тоже не помнит уже потому что она у ней сто лет уже не цвела поэтому будем ждать как она растет корни и зацветет все спасибо всем за внимание всем пока